Вертолёты широко используются в гражданской, военной и специальной авиации. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, многие летательные аппараты этого типа обладают высокими техническими характеристиками и возможностями. Скорость вертолёта — один из самых значимых параметров как в боевой обстановке, так и для транспортировки грузов, личного состава и гражданских лиц. В этом выпуске речь пойдёт о девяти самых быстрых вертолётах в мире. Ну что ж, погнали! Ми-26 — советский тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт, который является самым большим серийно выпускаемым вертолётом в мире. Эта машина — уникальный в своём роде монстр. Её размеры превышают все аналоги в мире. Ми-26 оснащён двумя моторами, мощность которых составляет 11 400 л.с. каждый. Длина корпуса самолёта — 40 метров. Диаметр винта — 32 метра. Ми-26 может легко поднять пассажирский самолёт. Этот вертолёт используется для решения задач как военного, так и гражданского характера, а также для проведения поисково-спасательных операций. В таком вертолёте без труда могут разместиться до 82 солдат с полным комплектом вооружения, а в санитарной модели Ми-26 может разместить 60 раненых на носилках. Максимальный порог загружаемости — до 56 тонн. Оптимальная взлётная масса — 49 тонн. А максимальная скорость — 260 км в час. Ми-28 — российский ударный вертолёт, предназначенный для уничтожения бронетанковой техники на поле боя. Кроме того, вертолёт может быть использован для огневой поддержки сухопутных войск, поддержки десанта, уничтожения воздушных целей и как транспортный вертолёт. Ми-28 обладает редкими способностями. К примеру, в том случае, если вертолёт потерпел поражение и был подбит, то отстреливаются лопасти винта и двери. Затем перерезаются ремни безопасности. Надуваются специальные баллонеры, обеспечивающие безопасным покидание кабины. Затем экипаж выпрыгивает наружу с парашютом. Длина вертолёта — 17 метров. Высота — 3,8 метра. Диаметр несучего винта — 17 метров. Масса пустой машины — 8 тонн. Максимальная скорость — 300 км в час. Агусто Вестленд 139. Средний двухмоторный вертолёт от компании Агусто Вестленд, предназначенный для выполнения спасательно-поисковых задач. Свой первый полёт машина совершила 3 февраля 2001 года, а поступил на вооружение в начале 2012 года. Вертолёты используются для решения различных задач, например, для осуществления правительственных визитов, морских поставок, правоохранительными органами, а также задействованы в гражданском секторе. Агусто Вестленд 139 представляет собой средний двухдвигательный вертолёт нового поколения, который обладает высокими лётно-техническими показателями и непревзойдёнными параметрами безопасности. Военный вертолёт способен перевозить до 10 солдат в полном вооружении, или же 15 пассажиров. Вертолёт собирали в различных частях мира, в том числе в американской Филадельфии и в России, где этим занимался холдинг Роствертал. Длина вертолёта 16 метров, высота 5 метров, диаметр винта 13,8 метра, максимальная взлётная масса 6,8 тонны. Максимальная скорость — 310 км в час. Ми-35М Российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения. Он предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе. За счёт модернизации этой машины удалось достичь значительно лучших лётных качеств, чем её предшественницы. Ми-35М сохраняет высокие лётные качества в жарких климатических условиях и при полётах на больших высотах. Для того, чтобы вертолёт мог выполнять задания на протяжении суток, на нём были установлены такие системы и агрегаты. Принципиально новая прицельная система, в которую входит новая оптика с гидростабилизаторами. Вычислительный комплекс для прицела, модели ПРВК. Навигационный комплекс, который работает по принципу электронной индикации. Система ночного видения. Все эти системы и новшества позволили использовать вертолёт в любое время суток и на протяжении долгого времени. Высота вертолёта — 4 метра. Диаметр винта — 17 метров. Максимальная взлётная масса — 11,5 тонн. Максимальная скорость — 312 км в час. Боинг Ча-47 Чинук. Американский тяжёлый военный транспортный вертолёт продольной схемы. Это старая и надёжная машина, которая ещё не выведена из эксплуатации. Эту модель выпускают с 1962 года. Знатокам военной истории известно, что Чинук применялся во время войны во Вьетнаме, а позже модернизированные версии побывали в Ираке и в Афганистане. В модификации Ча-47Д достаточно места для 33 солдат и трёх членов экипажа, а в Ча-47Ф установлены 55 пассажирских сидений. Вертолёты семейства Чинук до сих пор являются основными в американской армии. Существует несколько вариантов этого двухмоторного вертолёта. Самый быстрый достигает скорости в 315 км в час. К-52 «Аллигатор». Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. К-52 представляет собой дальнейшее развитие модели К-50 «Чёрная Акула». Вертолёт имеет бронированную кабину экипажа. Ведение огня и управление вертолётом может осуществлять как командир экипажа, так и оператор систем вооружения. Также полностью дублированные системы управления в сочетании со схемой расположения членов экипажа рядом как нельзя лучше подходят для учебно-тренировочного применения. У вертолёта имеется возможность катапультирования членов экипажа, которые возможны на высотах от 0 до 4100 метров. Длина вертолёта 16 метров. Высота 5 метров. Диаметр несущего винта 14,5 метра. Максимальная взлётная масса 10800 килограмм. Максимальная скорость 350 километров в час. Апач. Основной ударный вертолёт армии США середины 80-х годов. 2014 год является вторым по распространённости ударным вертолётом в мире после советского Ми-24. Ещё в 1972 году армия США сформулировала запрос на создание особого современного ударного вертолёта. После нескольких смен производителя и создания ряда модификаций появился Апач, который впервые применился в бою в 1989 году во время вторжения США в Панаму. Позже такие вертолёты участвовали в различных операциях на Ближнем Востоке, в Ираке и в Афганистане. Особенно хорошо они себя показали в ходе войны в Персидском заливе, уничтожив сотни бронемашин. Существует несколько модификаций этого вертолёта, и их закупают многие страны, несмотря на высокую стоимость. Длина вертолёта 17 метров, высота 4 метра. Диаметр несучего винта 14,6 метра. Максимальная взлётная масса 9000 килограмм. Максимальная скорость 365 километров в час. Сикорский Х-2. Экспериментальный скоростной вертолёт. Эта машина использует концепцию опережающей лопасти. Имеет два четырёхлопастных несучих винта, вращающихся в противоположных направлениях, и хвостовой толкающий воздушный винт шестью лопастями. Винты приводятся во вращение от одного турбовального двигателя Т-800. Управление вертолёта полностью электронное, то есть отсутствует механическая связь между органами управления и исполняющими устройствами. Весит Сикорский Х-2, как заявлено компанией, 3,6 тонны, и он должен обладать дальностью полёта в 1300 километров. В сентябре 2010 года Сикорский Х-2 разогнался до скорости 450 километров в час. Самым быстрым вертолётом в мире является Еврокоптер Х-3. Экспериментальный высокоскоростной гибридный вертолёт, разработанный компанией Airbus Helicopters. Данная машина впервые поднялась воздух 6 сентября 2010 года во Франции. А 7 июня 2013 года Еврокоптер Х-3 разогнался до скорости 472 километра в час, тем самым установив неофициальный рекорд скорости среди вертолётов. Основной несущий винт вертолёта состоит из пяти лопастей, а на концах крыльев располагаются дополнительные тянущие пропеллеры, также с пятью лопастями, а хвостовой винт отсутствует. Комбенсация реактивного момента, возникающего в превращении несущего винта, обеспечивается боковыми пропеллерами. Силовая установка вертолёта состоит из двух двигателей Rolls-Royce по 2270 л.с. каждый. Максимальная взлётная масса вертолёта равна 5,2 тонны. На этом всё. Хоть вертолёт и не является скоростной воздушной машиной, но как видим, некоторые модели могут обогнать даже самолёты. Друзья, если вам понравился ролик, то ставьте лайк, а также не забывайте подписываться на канал, если вы этого ещё не сделали, и включайте оповещение с помощью этого колокольчика, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. А я желаю вам хорошего настроения и удачи. До новых встреч!